Доброе утро, мир! Доброе утро, мир! Доброе утро, люди, живущие в нём, 9.20, 9.22, даже, ну всё равно, почти традиционно, по утрам утренние эфиры. Жду ваших первых, вторых, третьих пар глазок, вижу, что вы присоединяете, сегодня будем говорить с вами о слепом пятно саботажа. Что значит слепое пятно саботажа? Это когда вы саботируете в контексте продвижения своих услуг, в контексте продвижения себя, в контексте финансового роста. И вот этот самый финансовый рост, а именно ограничение финансового роста, частенько и бывают слепым пятном саботажа. То есть то, из-за чего вы саботируете и не применяете какие-то знания, какие-то полученные на тренингах, какие-то проработки, не применяете. Причём смотрите куда угодно, но не на очень очевидные, на самом деле, на поверхности лежащие вещи. Для тех, кто меня, вот об этом и поговорим сегодня, для тех, кто меня видит в первый раз в репостах ваших друзей, я всегда прошу, чтобы вы делали репосты, кстати, репост можно сделать уже сейчас. Меня представлюсь, меня зовут Светлана Горбыч, я психолог, психотехнолог, психолог на всю голову, я поднимаю людям самооценку и доходы. Больно, честно, но быстро, но эффективно, да, хотя бывает иногда неприятненько. Частенько бывает неприятненько, когда приходится смотреть туда, где находишься на самом деле и разбираться с тем, что на самом деле происходит. Не то, как хочется себе объяснить, да, а то, что есть на самом деле, это бывает неприятно, но это обязательное условие для того, чтобы с этого места сдвинуться. То есть, чтобы сдвинуться с места, нужно увидеть, в каком месте ты находишься. Так вот, сегодня будем с вами говорить о слепом пятне саботажа. Когда вы ходите на тысячи... Да, я тут вижу уже участников продаж для психологов прошлого потока и будущего с 1 июля потока. Прекрасные вам сегодняшние упражнения must have сделать до... Мы полностью не успеем его сделать здесь, я вам просто расскажу, вы начнёте делать, я расскажу, но его сделать must have. Его сделать обязательно, поскольку вы уже сейчас запустите такие свои бессознательные процессы на финансовый рост, и через какое-то время сможете свериться и с удивлением обнаружить, что очень многие вещи стали реальностью. Так вот, достаточно часто, когда вы встречаетесь с сопротивлением, с сопротивлением своего продвижения, когда вы проходите тысячу одинных тренингов по продвижению, по тому, как надо писать посты, снимать эфиры, выходить в эфиры, снимать видео, предлагать свои услуги, встраивать воронки продаж и так далее, есть целая серия причин, почему вы эти знания не применяете в жизни, почему вы результаты даже того небольшого применения, которое делаете, почему результаты оставляют желать лучшего. И чаще всего те сопротивления и те причины, с которыми вы, куда вы начинаете смотреть и искать, вы начинаете смотреть во вторичные выгоды, что имеет место быть, куда же без родимых, в ограничивающие убеждения, что тоже имеет место быть, куда же без него, в травмы, куда угодно. И это всё имеет место быть. И чаще всего из того, что я наблюдаю, на очевидно, и, знаете, как на продаже до психологов, да и, в принципе, меня смотрят, ну, достаточно люди, которые уже не первый день в психологии, не первый день в проработках, и уже есть такая проторенная дорожка, куда идти. Вот проторенная дорожка, куда идти. Не получается ограничивающие убеждения, не получаются вторичные выгоды, не получаются травмы, не получается... Здравствуйте, отца! Не получается... Есть какие-то такие, да, там, травмы, привет, вылет, я послушница, не получаются, да, какие-то там кармические узлы, не получаются и очень родовые системы, трансгенерационные травмы. И всё это имеет место быть. Я ни в коем случае ничего из этого не отрицаю. Но есть такая занятная штука. Все вот эти вот причины, да, все вот эти проторенные дорожки поиска, куда вы идёте смотреть, что же не получается, они направлены куда? Они направлены назад. То есть вам, по сути, что происходит? Вы пытаетесь двигаться вперёд, встречаетесь с каким-то сопротивлением, разворачиваетесь назад и начинаете что-то раскапывать сзади для того, чтобы как бы пойти вперёд. Не обесцениваю всё это, всё это имеет место быть, но очень часто вперёд-то перестают в это время, вот пока вы начинаете копаться назад, вы перестаёте смотреть вперёд. И переставая смотреть вперёд, попадаете вот в это вот самое белое пятно, да, ну, то есть непонимание. Белое пятно, откуда это сопротивление, откуда это сопротивление, откуда у этого сопротивления растут ноги? Вот, выговорила из себя. Да, вместо того, чтобы озадачиться взглядом назад. Нередкий случай, нередкий случай, поэтому первые занятия будут посвящены у нас на продаже для психологов. Когда сопротивление включается, когда нет дороги вперёд. Что значит нет дороги вперёд, сейчас объясню. Представьте себе, знаете, когда-то я эту метафору первый раз услышала, по-моему, у Валентина Ковалёва, такой тренер в Москве. Есть два тренера Валентина Ковалёва, два Валентина, два Ковалёва. Один, по-моему, в Николаеве живёт, бизнес-тренер, и один в НЛП он преподаёт, и нейротрансформинг он назвал своё направление. Ну, в общем, туда же. Так вот, когда-то, по-моему, Валентин, много лет назад Валентин Ковалёв дал метафору о том, что сознание, наше сознание – это всадник глупый, а бессознание, бессознательно – это умный конь. Сергей Ковалёв, ой, точно, Аня, спасибо, Сергей Ковалёв. Я вот, я перепутала, да, есть Валентин Ковалёв, их два Ковалёва, есть один Валентин Ковалёв Николаевский, а, по-моему, Николай он живёт, а второй Сергей. Слушай, представляешь, ну, имена, фамилии никогда не были у меня, никогда не были мои сильные, мои сильные, короче, слабое место это у меня, имена и фамилии, Анечка, спасибо большое. Сергей Ковалёв. О том, что сознание – это умный, это глупый всадник, а бессознательно – это умная лошадка, по-моему, так он говорил. Да, и вот представьте, когда вы ездите, вы глупый всадник, и едете на умной лошади, и пытаясь, вот вы идёте, идёте, идёте по какой-то дороге, а там обрыв, там дорога заканчивается, её там нет. Нету. И как бы вы не пинали, как бы вы, глупый всадник, не пинали умную лошадку, лошадка будет вставать на дыбы, сбрасывать с себя глупого всадника, но она не пойдёт туда, куда дороги нет, где дорога не простроена. Она будет включать всяческий саботаж, не пуская вас пойти туда, куда-то, где дороги нет, где, ну не знаю, болото, топь, бездна, ну вот нету мостика. Вот есть ваша реальность, есть ваша желаемая реальность, и между этой вашей реальностью и желаемой реальностью моста нет. И тогда ваше бессознательное будет брыкаться, сбрасывать вас и не идти. И можно, конечно, опять возвращаться назад, и смотреть, а что же я там ещё не докопал, а что же я там ещё не дозачислила, там всегда найдётся, чтобы зачистить. Вот это прям, прям, поверьте, всегда найдётся, что там сзади зачистить. Но иногда надо развернуться из прошлого и начать простраивать мостик в будущее, для того, чтобы вашей лошадке, вашему бессознательному было по какой дорожке вас перевести в ту желаемую реальность, которую вы хотите. Ещё раз, те, кто идут в ПДП, пожалуйста, это must have сделать. Это сделать must have. Я вам сегодня предложу достаточно простые, две достаточно простые техники. На этой технике, на том, что вы сейчас будете делать, будет, понятно, что вы там, те, кто не делал, я всё равно дам, как это сделать, но то, что вы будете делать сейчас, уже в первых, на первых же уроках мы будем использовать на продаже для психологов, для того, чтобы укреплять эту дорожку, для того, чтобы делать её ровной, делать её гладкой, делать её крепкой, чтобы лошадка прошла спокойно, ничего не испугавшись. Первое, что я предложу вам сделать, упражнение, на первый взгляд, простое, но поверьте, оно настолько мощное, что скорее покажет вашей лошадке правильную дорогу, нежели, то есть оно может очень здорово вас, ну, продвинуть, да. Более того, я его когда-то, первый раз, когда я его делала, я его делала, сейчас я буду делать, не сейчас, но до 1 июля, я буду делать его вместе с вами, то есть у меня будет следующий мой этап. Я года два назад, когда я его делала, вообще не понимала, мне казалось, совершенно нереальные цифры, совершенно нереальные суммы, и вообще не очень понятно, ну, то есть вот непонятно, нафига оно мне надо, даже настолько, да, сейчас я плюс-минус в этих суммах, в этих цифрах, они не то, чтобы более чем реальные, они, ну, они вот они, они на ладони, и очень даже понятно, я какое-то время в этом попала, теперь, похоже, становлюсь готова двигаться дальше. Ну, а всячески морально к этому готова к движению дальше. Так вот, знаете, этот известный вопрос, сколько вам нужно для счастья? Смотрите, когда вы занимаетесь продвижением, самопродвижением, продвижением своих услуг, продажами своих услуг, что вы хотите на самом деле? Что, вот напишите, что вы на самом деле хотите? Вот те, кто идут, либо думают пойти на проект продажи за психологов, что вы хотите в результате? Когда вы думаете, причём в продаже за психологов, что удивительно, ну, или неудивительно, может быть, закономерно, не знаю, заходят не только психологи, Не только в психологе, просто потому что там это единственная программа, которая сочетает в себе и проработки психологические на очень глубоком уровне, и программирование себя на возможность реализации результат, и непосредственно внешние инструменты, что нужно делать, чтобы это срабатывало. Чего вы хотите на самом деле? Чего-то вы ничего не хотите? Как-то у вас тут маловато. Ну, не маловато, а ответов я не вижу. Чего вы на самом деле хотите? Кстати, некоторые начинают писать, некоторые начинают писать из серии там самореализации, клиентов, еще-еще чего-то. Я обычно останавливаю, говорю, народ, давай, если по-честному. Сказала когда-то одна моя коллега, мы все так хотим денег. Да, так вот сколько нужно вам для счастья? Самая простая штука. Сколько вам нужно для счастья? Цифры можно в чате, ну, да, сюда не писать. Ой, вот, да, пока я тут привозила признание, пока я привозила примеры, уже написали. Я хочу чувства от того, что я жива, и радости от того, что я живу. Ну, это, конечно, караул. Уж простите, Лена, которая в блюзе. Признание – это тоже караул. Это просто ужас ужасный. Сейчас объясню, почему. Потому что если вы хотите признание в этом, то придется, да, работать с убеждением. Потому что признание – это у вас может быть легко. Денег только не будет. Смотрите, денег, да, денег написали только те, кто каким-то образом со мной занимались уже. Денег! Денег вы хотите иметь и смелость это признать? Чувство радости от того, что вы жива, и может быть прекрасно, и без денег. Нафига вам тогда клиенты? Вы собираетесь об клиентов эти чувства получать? Вы хотите, представляете, Инга, вот ей вы пишете, что вы хотите признать. Сейчас разнесу в пух и прах. Да? Представляете, вы хотите признание, а вам клиент… Вы же будете бояться поднять цену, потому что будет риск, страх лишиться признания. Деньги! Денег вы, по идее, мне тысячу в месяц было норм. Было норм или будет норм? Да? Сколько вам нужно? Можно не писать цифры, просто вы должны понять на ближайший год. Сколько вам нужно вот на год, ну, например, если тысячу в месяц, да, так это где-то там 12 тысяч, наверное, евро в год. Да, и кому-то, может быть, 50 тысяч евро в год, евро или долларов, я не знаю, кому-то 10 тысяч. Да, нормально, для этого идут на продажу. Денег! Денег! Вы хотите денег, признавайте это. Возьмите себе, пожалуйста, мантру, фразу «Я работаю за деньги». Это не мешает любить клиентов, это не мешает выкладываться, это не мешает, ну, да, быть, ну, вот, как-то переводится, за клиентов, да, за, ну, за успех, не болеть за успех, я не могу перевести, ну, родить успех, да, за успех клиентов. Но работаем мы за деньги, а не за признание. Если вы работаете за признание, если вы работаете за чувство, что вы живая, радость от того, что вы хотите, тогда не ждите денег, пожалуйста. Денег, да, очень нужно, чтобы все радости жизни материализовать. Радости жизни материализовать можно и без денег во многом. Просто признавать, вот, вот, прямо сейчас вкладываете это внутрь себя. Смотрите, что нужно сделать. Первое. Обозначить, сколько вам нужно. Вот просто представьте год, ваш следующий год. Мы будем брать за год с 1 июля до 1 июля. Да, с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. Подумайте, сколько вам нужно для счастья. Вот столько, чтобы вам полностью хватало. У вас должна, вы должны быть, особенно, еще раз, те, кто идут на продажу, это к этому упражнению подойти очень, я если не забуду, если забуду, пните меня. Те, кто у меня уже был на продаже, чтобы я этот эфир скинула в чат, в группу по продажам. Подумать, сколько вам нужно для счастья. Написали на год, на год, написали, у кого-то это там 12 тысяч евро, у кого-то 50 тысяч евро, у кого-то это 6 тысяч евро, у кого-то долларов, гривен, не важно, какая это сумма ваша. Прямо напишите ее. Посчитайте примерно, где вы хотите побывать, какие вам, что вам нужно, вот какие, даже не то, что цели, забьем на слово цели. Ну вот, как бы вы хотели следующий год прожить, и напишите себе эту цифру, напишите себе эту цифру. Вот я сейчас считаю, я понимаю, какую цифру я хочу написать, да, потому что у меня она есть. Даже сейчас уже, делая эту технику когда-то, да, я хочу, это у меня 120, да, и теперь к этой цифре, прям продышите ее, убейте ее, продышите ее, а теперь к этой цифрке прибавьте нолик. Допишите рядом ноль, ну, то есть умножить на 10, и продышите, пожалуйста, вот эту вот историю. Я вот смотрю на то, что я себе написала, и дышу. В очередной раз, проделывая с собой эту же технику, я дышу. Потому что прямо сейчас вместе с вами, у меня сильно больше, чем, да, прямо сейчас вместе с вами я опять влетаю, когда я это уже проходила, опять влетаю в состояние, и все, нифига себе, ого, и что же я буду делать? И ощущение такого внутреннего, да, как будто бы я не могу вместить эту сумму, как будто бы я не могу вместить. Но вы должны понимать, на что вам эти деньги, да, причем, смотрите, вот эти вот истории про я хочу эти деньги, чтобы купить себе 10 квартир, и потом вообще больше не заморачиваться, нет, не про это. Вот жизнь, да, сколько вам нужно в жизни, сколько вам нужно для жизни? Вы считали примерно, какая стоимость, возможно, сейчас не получится с первого раза, да, возможно, вы знаете, что вы хотите побывать, реально хотите. Да, вот, не знаю, в каких-то странах, вам нужно будет поисследовать, да, купить какие-то вещи, позволить себе какие-то процедуры, вам нужно будет поисследовать, какие процедуры вы хотите себе позволить, какие вещи купить, какие обучалки, у каких тренеров, возможно, пройти, какие подарки себе сделать. Возможно, вы хотите, ну, то есть, вот прям подумать, не пофантазировать из серии, что, а, ну, пусть будет, я тут поеду в Австралию, а потом я поеду в Малайзию, а потом я, ну, то есть, да, если я реально никогда не горела желанием поехать в Австралию и в Малайзию, ну, верно, сейчас это так, то, ну, оно не включит вот этот вот внутри импульс, но не запустит никакого процесса. Посчитайте, да, сколько вам надо и добавьте нолик, продышите эту сумму. Вот это ваш результат, да, вот это вот ваша, ну, еще не цель, но такая желаемая, да, просьба ко вселенной. С первого числа, в прошлый раз, по-моему, в августе начиналось, с первого числа мы будем делать опять для тех, кто хочет, а ПДП просто must have финансовую растяжку, это прекрасная технология Луники Добровольской, да, очень-очень ее люблю, правда, там будут небольшие изменения, не так, как я обычно ее даю, а там будут чуть-чуть по-другому усилены, а там будут определенные, ну, такие, небольшой усилитель там будет финансовой растяжки, да. Теперь следующее, что вы делаете, вы раскладываете свою жизнь на контекст. Помните, мы с вами говорили как-то про уверенность, про контекст уверенности. Так вот сейчас более глобально расписать свою жизнь на контексты. Вот буквально-буквально взять лист, это сделайте прямо сейчас, из каких сфер, из каких контекстов состоит ваша жизнь. И вам нужно определить, какие контексты в вашей жизни более дорогостоящие, какие контексты менее дорогостоящие. Что значит контексты? Например, личностное развитие, что-то вы в него вкладываете. Например, личностное, не знаю, обучение, может быть, это для вас в личностном развитии. Уход за телом, либо красота, либо здоровье, либо питание у кого-то, контекст, да. Такие, как будто бы большие статьи расходов, да, вот тот контекст, который вы вкладываете, да. Не знаю, может быть, работа, ну, если там ваш бизнес, вы туда вкладываете, когда этот вопрос сюда вкладываете, вписываете, это не вписываете. Друзья, окружение, общение, родственники, отдых, путешествия, не знаю, одежда, обувь, может, это к внешнему виду, либо к имиджу будет относиться. Развитие детей, да, дети, спорт, возможно, не знаю, искусство, да. Вы как будто бы всю свою жизнь вот это сделаете сейчас и обнаружите, из каких контекстов состоит ваша жизнь. Из каких контекстов состоит ваша жизнь, да, это прям важно. Вот такие, вот это упражнение, что оно вам сделает сейчас, да, когда вы, ну, сейчас либо, когда вы это доделаете в полной мере, привет, Лариса, рада тебя, когда вы это доделаете в полной мере, оно начнёт вашему бессознательному, ваше бессознательное будет смотреть на это так сверху и думать, ого, чувак, или ого, тётка, так это тебе столько денег надо. Так это вот для вас, да, у вас как бы будет формироваться картинка в вашей внутренней системе, будет формироваться картинка вашего будущего и будет к ней постепенно простраиваться та самая дорожка, из-за отсутствия которой ваша внутренняя лошадка брыкалась, сбрасывая вас с маршрута. Понятно, да? То есть пока что вы такие, я хочу примерно вот столько-то денег. О, круто, раз в нолик туда дописали, увеличили в 10 раз, слегка продышались, продышались и стали заниматься контекстами жизни. Какие контексты у вас есть, да, в какие контексты сколько стоят, какие контексты, сколько, какие у вас дорогостоящие контексты. Для кого-то очень дорогостоящий контекст может оказаться отдых, путешествие, в какие страны. Для кого-то очень дорогостоящий контекст будет обучение, Для кого-то дорогой контекст будет, не знаю, здоровье, возможно, вы занимаетесь своим здоровьем, да, либо красота, возможно, это какие-то процедуры или какие-то, не знаю, пластические операции. Для кого-то семья будет очень высокорасходным контекстом в вашей жизни. Выделите основные контексты, их должно быть хотя бы 10, их должно быть хотя бы 10. Если у вас меньше 10 контекстов, озадачьтесь, создайте в своей жизни новые контексты. Подумайте, какими контекстами вы бы хотели обогатить свою жизнь? Я смотрю еще на время, у меня в 10 консультация, да? Какими контекстами вы бы хотели обогатить свою жизнь? Есть, сделали 10 контекстов, то есть у вас первая сумма, увеличенная в 10 раз от той максимальной, от той желаемой, которой вы хотели. 10 контекстов, да? И потом вы делаете следующее. Вы подробненько берете листик, вот это надо сделать, это вот прямо сейчас вы слушаете и фиксируете, что надо сделать, да? Но сделать это надо. Вы берете потом каждый отдельный лист, не знаю, листик или блокнот, и вписываете, чем вы хотите наполнить этот контекст, да? И какие суммы вам нужны на наполнение вашего контекста. У вас происходит, и все это потом переносите, сейчас покажу таблицу. Я бы даже, вот я надеюсь, что посмотрит, либо скину Вере Жучковой этот эфир. Почему Вере Жучковой? Она мастер делать новые нейрографические техники. Я что-то придумала, она из этого делает нейрографическую технику. Ну, в смысле, не только из того, что я придумала. Да, но вот из того, что из некоторых вещей, там она кэсов переложила, игру кэсов в грани денег сделала, нейрокэсов. А потом еще какую-то технику, я не помню, давала, она мне рассказывала, как она переложила это, то ли могу, умею, практикую, квадрант она как-то делала. Ну, в общем, я очень надеюсь, потому что она это умеет делать классно. Да, я прям вижу эту технику. Вы делаете, потом берете лист, в центре листа вы вписываете нужную вам, да, вот эту вот умноженную на 10. Я не буду сейчас здесь писать свою цифру. Я сама испугалась, только что написала и испугалась. Вот здесь вот вы пишете вот эту вот цифру вашу, да. И от этой цифры, ну-с, а не хочет она у меня писать. От этой цифры вы делаете такое солнышко, да, уходящее в контексты. И вот это вот ваши контексты. Их должно быть 10, лист должен быть больше. Вот это вот ваши контексты. Я не, ну как бы, я специалист в нейрографике, но я не инструктор, я не спешу себя называть нейрографом, хотя очень люблю эту историю. Я даже думаю, что в продажах я эту технику отдельно дам, с Верой еще поговорю, да. И в 10, ваших 10 контекстов. И от этих 10 контекстов те наполнения, те наполнения, которыми вы эти контексты наполняете. И ваша задача по вот этим вот наполнениям распределить плюс-минус равномерно вот эту сумму, как будто бы распланировали, вот эту сумму, умноженную на 10. То есть, если вы хотели, ну не знаю, там 10 тысяч долларов, блин, ну ладно. Хотели, например, там 10 тысяч долларов, да, там. Раз, окей, в год, значит, вам нужно там 100 тысяч, да. Умножили на 10, получили миллионы. Вам этот миллион нужно распределить по своей, у вас будет ваша финансовая картина жизни. Если те, кто нейрографы, очень рекомендую полностью всю вот эту вот картину снять. То есть, здесь попрописывать и всю эту картину снейрографировать. Те, кто не нейрографы, хотите, постучитесь к знакомым нейрографам, сделайте это, я не буду этого делать. Да, не знаю, если меня смотрят Зо, ну то есть, девчонки, кто из нейрографов, точно видела, что Дина Игликова смотрит, знаю, что Зоя часто, он на вас смотрит меня, хороший нейрограф, Вера Жучкова, да, ну то есть, многие, кто умеет. Если можете, прям постучитесь, пообщайтесь, переведите это в нейрографику, это в разы усилит, в разы запустит движение. Да, в разы усилит. Эта штука, которая, казалось бы, работает на уровне сознания, на уровне логики, но она запускает такие мощные процессы, я буквально недавно вспомнила, почему я вообще стала об этом говорить. Я делала, когда я делала это, я тогда не думала это переводить в нейрографику, и у меня это выглядело вообще вот таким вот, у меня был круг, здесь было написано сумма, от которой я была готова падать в опры, которая сейчас, ну она, ну прям более чем просто, да, она реально у меня. Хотя тогда, я говорю, я просто, я на неё смотрела, думала, как, вот как, да, куда. И у меня там просто вот такие вот лучики, то есть у меня даже не было ни вну. И то оно сработало, и то оно сработало. Если вы это ещё сделаете через нейрографику, эту технику, у вас просто, у вас начнёт выстраиваться вот эта вот, да, дорожка, из-за которой, который вы, ну вернее, отсутствие которой вы не замечали. Отсутствие которой вы не замечали, поскольку каждый раз причины твоего сопротивления искали сзади, искали там в травмах, в вторичных выгодах, в убеждениях. Оно всё тоже есть. Я не говорю о том, что его нет, это всё тоже есть, это всё надо прорабатывать, и мы будем это прорабатывать в продаже для психологов, и, ну, со вторичками, там, не знаю, будем ли мы работать, я всё-таки там настраиваю больше на движение вперёд, чем на копание назад. На копание, копание назад. А хочешь, на ПДП порисуем? Слушай, да, давай подумаем про это. Давай подумаем про это, может быть, правда на ПДП порисуем. Потому что, ну, серьёзно, Дин, я делала эту технику года два назад, и ту цифру, которую я тогда написала, я, вот так как я сейчас написала эту новую цифру, и понимаю, что я буду падать в обморок в прямом эфире, да, вот, вот примерно так. Сейчас эта цифра у меня, ну, она работает, да, у меня это взяло два года, но, блин, это больше, чем увеличение там в 10 раз. То есть я тогда с нейрографику, я тогда не рисовала. То есть, смотрите, оно без нейрографики тоже работает. Оно без нейрографики тоже работает. Может быть, действительно будет хорошо, если мы порисуем. Давай подумаем. Я вот порисовала, может быть, правда на ПДП, а то какое-то, не знаю, занятие для того, чтобы вот эту технологию довести до конца. И это мега крутая техника. Значит, что нужно сделать? Резюмируя. Да, внимание, резюмируя. Первое, первое, подумать, вот пока просто подумать, первое, что вы делаете. Не так, для чего? Если вы встречаетесь с тем, что вы из раза в раз встречаетесь с сопротивлением собственному продвижению, продажу продуктов, лечению доходов, то чаще всего, да, и вы ищете убеждения, вторички, тра-та-та, но где-то вы вот кого-то не можете сдвинуться с места. Есть вероятность, что белое пятно вашего сопротивления находится не сзади вас, там, где вы ищете, а впереди. То есть это отсутствие дороги. Да, и тогда ваш умный всадник встает на дыбы и сбрасывает вас. Это первый пункт. Второй пункт. Для того, чтобы эту дорогу простроить. У нас там будет еще одна очень мощная техника. Мэш-бомбическая техника. На ПДП ее не было в прошлом потоке, поэтому готовьтесь. Бомбическая техника, которая будет выстраивать по кирпичку дорогу вперед, зачищает все то, что может мешать сзади. Бомб берет, правда, много времени, но она безумно крутая. И мы будем выстраивать вот эту дорогу. Как вы можете начать выстраивать уже сейчас? Подумать, какая сумма мне нужна. Просчитать. Не фантазировать еще раз из пальчика, куда бы мне, в какую сторону, ого, сколько времени, в какую сторону повеет, а просчитать, вот сколько мне надо, сколько я хочу для счастья. Написать эту сумму, умножить ее на 10. Удержаться, не потерять сознание. Я утрирую про потерю сознания. Но когда вы, например, если вы зарабатываете тысячу долларов в месяц, к примеру, и хотите, посчитали, и подумали, что вам три тысячи долларов, вам бы, наверное, хватило бы в месяц. И там пятьсот вы зарабатываете, тысячу. Ну, суть важна, например, там три тысячи вы хотите зарабатывать, да? И, соответственно, в год это будет, три тысячи умножьте, пожалуйста, на 12, да? Там в год это будет 36 тысяч, да? Вот 36 тысяч в год, оно как бы нормально. И вы берете, умножаете на 10. Вы понимаете, что у вас там 360 тысяч, да? Или у как, ну, 360. И вам эти 360 тысяч, вам как-то надо внутренне растянуться на них. Потому что они для вас пока, ну, не очень о чем-то говорят, да? Вы ложите, дышите, смотрите, ощущаете, кто у меня на телеске был. Пожалуйста, все упражнения на контейнирование сюда же, да? Смотреть на цифру, диафрагма, зубчатые, подмышечные впадины, на ПДП контейнирование финансовое тоже буду давать. Тоже не было. Ну, записать, кстати. Я тебе записывала? Фин-контейнирование. Тейнирование телеска. Да, это упражнение про финансовое, про контейнирование, расширение, да? Это на продаже для психологов будет. И положили пока её в сторону. Потом выписали все контексты жизни, их должно быть хотя бы 10. Все контексты своей жизни. Если у вас меньше контекстов, придумайте, чем вы хотите свою жизнь обогатить. Расписали каждый контекст, чем вы хотите его наполнить, на какие суммы. Так, чтобы примерно вот эту новую сумму примерно равномерно распределить. Чтобы у вас не было, что на семью все деньги угреблись на семью, а вы даже при 10-кратном увеличении на себя ничего не выделили. Примерно равномерно. Очень похоже на колесо баланса, где-то отдалённо попахивает. Распределили, да? Как это можно... Вы сейчас угадали мою цифру, 36. Да, не 36, Татьяна, 360. Дышим, расширяемся. Да? Посмотрели, как это равномерно можно распределить. И потом взяли лист. Давай, наверное, порисуем. Взяли лист в центре листа. Вот это ваша сумма. Прописываете её. Каждый контекст. Можно делать листиком каждый контекст. И от каждого контекста то, чем наполняется. То есть у вас должна... Можно вот таким вот образом. Либо, если есть возможность, пронейрографировать. Да? И вы обнаружите, как эти... Эта сумма наполняет эти контексты. А энергия желания этих контекстов создаёт вот эту сумму. И вот эту технологию... Три минуты у меня осталось за консультацией. И вот эту технологию очень рекомендую сделать. Ещё раз. Те, кто идут в продажу для психологов, вообще масткэп. Потому что очень вероятно, что мы таки сделаем одно занятие для того, чтобы это всё дело прорисовать, пронейрографировать. Окей. Очень надеюсь, что эфир был для вас очень ценно, очень полезно. Что технологию вы сделаете. Вы сделаете, нарисуете. Если вам понравится, вообще лучше подвести на стенку, видеть это. Это такая схема, которая работает. Я точно буду рисовать, точно потом похвастаюсь вам. Такую штуку я буду рисовать на А3. Такую штуку я буду рисовать на А3. Похвастаюсь вам, когда нарисую. На каждый контекст рисунок, либо общий. Нет, общая картина всех контекстов. То есть общая. Вот сумма, контексты. Ну просто на маленьком контексты. И чем наполняются контексты. Это минимум А3. Это большая работа. Но это выстраивание в бессознательном вашей пути. Это долгосрочное штуку пройдет. В какое-то время вы обнаружите, что это стало реальностью. У меня листик. У меня был просто листик А4 с лучиками. Я вообще даже нейрографику не делала. Он висел у меня какое-то время просто вот так вот пришпиленный на стенке. И потом я его даже, я когда переезжала в дом, вот. Он просто висел. Я даже внимания на него особо не обращала. Я когда сняла его уже, когда переезжала в дом, свою квартиру сдавала, в которой раньше жила. Да. И я потом только де-факто вспомнила, обнаружила, что это даже не про то, что все контексты у меня реализовались и сбылись к некоторым. Я вернула сейчас, у меня там какие-то поездки были. Я помню, что у меня как-то даже не очень хотелось ехать на эти поездки. Вот. То есть какие-то я там поездила, какие-то прям даже, ну, плюс потом карантин. Но к этой сумме я подошла, да, потому что было простроено куда. Окей, все, прекрасно. У меня через одну минуту консультация. Пожалуйста, нажимаем на кнопку «Поделиться». Делимся эфиром с друзьями, коллегами, френдами в Facebook. Очень надеюсь, что эфир вам был полезен. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра в это же время, 9.20, встречаемся с вами в эфире. Поделюсь с вами еще кое-чем полезным. Будем вместе менять в вашей жизни к лучшему. Всем хорошего дня. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok